Музыка Победевает ему, чтобы он взял Матерью Божью, младенца, и бежал в Египет, потому что Ирод собирался убить его. И вот, в кончасть, немедля ночью, Иосиф устает, собирается, берет на святую Богородьбу, вспомнил младенца, и они совершают вот это дальнее путешествие через пустыню в Египет. И вот уже, находясь в Египте, конечно же, происходят те события после отшествия Иосифа, отручника Святой Богородьбу, вспомнился, события, которые описывают сегодняшние внимательные почтения Ирод, видев, что волхвы ушли и ничего этого не сказали, а сказано, волхвы иным путем отожгли на страну свою. И мы путем, это значит, просвещенные, верующие в Бога, видевшие спасителя мира, прозревшие, а не отожгли свою страну, видев, порубят у себя волхвов, он поделевает и спит всех младенцев по тому мнению, которое он узнал вот этих волхвов. И он говорит, чтобы они сделали в кухне и ниже. И вот исполняется пророчество, в котором говорится, что глаз в раме слышен, плачет, вертание. Рахип плачет за своих детях и не может утешиться. И вот уже находясь в Крипте, когда Ирод умирает, ангел Ирод, не нравится ему, поделевает, встать, взять на святую поборьбу, где-то не вернуться в пределы Израиля. И вот Третья, он видит, что Архива, и сын Ирода, санкет в этой области, боится здесь находиться, и идет в город, небольшое поселение, которое называется Назарет. И опять же, Священное Писание говорит нам, что исполняется пророчество, ягод Назарет и величество. Вот это сегодняшнее монстрочтение, Катя Сеонбрия, показывает нам, к чему может привести власть Афибия, которая ослепляет очень власть подержащего человека, а именно Ирода. Ирод, которому было бы на 70 лет, и когда родился владелец, конечно же, даже чисто по возрасту, он никак не мог быть каким-то прецедентом на его занятии. Но Господь, и вот в этом ослеплении, когда он видит, что вы явились, он победил этих гривенцов, конечно же, здесь видно вот это благословское наваждение, которое подозрекает его те помыслы, чтобы он совершил это состояние. И мы видим вот эту вот трагедию первых мучеников за Христа, неприемских младенцев, младенцев, которые были в ответственности, которые пострадали, придав неповинную чистую кровь за Христа. Да, братья и сестры, конечно же, нельзя думать в этом событии только о Боге, где у него были спаслежники, были те, которые так же думали, как его, и которые совершали его это поведение. Конечно, братья и сестры, мы должны задуматься в своей жизни, как мы поступаем во отношении окружающих нас людям, как мы принимаем мысли, какие мы совершаем веса в отношении окружающих нас людей. И вот, братья и сестры, сегодняшний младенец на чтении говорит нам также о том, что Господь приходит в Египет. И по Сокровному преданию, надо сказать, что Господь, когда пришел в землю египетскую, то те идолы, те язычные и стуканы, которые были в этой земле, они просыпались и были разбиты. Разбиты, братья и сестры, и, конечно же, пришествие Спасителя, в котором не увидели своего миссия народа и занавеси, его пришествие уничтожает от этих источников идолок одним его присутствием в земле египетской. Конечно, вот это Ивановское чтение напоминает нам и говорит о том, что каков путь Песа, он дождается вертели, загадковат ли, приходит в этот мир в уничтожении, возникает грязь. И вот мы видим, что уже совершается вот это длительное, длительное психронное путешествие в мире. В мире скорых интуизий говорит Господь о непосредственных христианах. Он говорит о том, что если вы называетесь христианами, то и вам надо же поместить тот крест, который есть у кого-то в вас. И мы видим, что с первых дней Господь принимает вот те условия, которые живем в мире. Он во время его жизни, он также готовен в палчах, также готовен в жертвах. И, конечно же, вот это вот пророчество, которое мы притомим, что на заре наречется, конечно, оно веет в тонинственный смысл. Мы знаем, что на заре это были такие особые люди, которые были победы Богу, для особого духовного ставления так совершенствования. Они не принимали внимания, не прикасались умерших растительные волосы, но здесь это не применимо по Спасителю. На заре наречется здесь тайна имени, ибо здесь является исключительной по святости человек, истинный Сын Божий. И вот это его святость и разрушает пришествие Есении, и присутствие Божества в любви всех этих истинных христианах. Конечно же, гражданские церкви, вот эти вастречения представляют нас и вспомнить память святых прадовцев, которых мы сегодня вспоминаем. Это святых прадовцев Иосифа, отручника, Давида царя, и Якова, брата Господня Божий. То есть, престолелый старец, Иосиф, он принимает на себя вот это вот окормление, жизненное окормление владельца и оберегает на святую погодницу вместе с ним. Он принимает в своей жизни вот труды ради спасения владельца. Конечно же, вот этот его подвиг, он служит и нам, и верам, что и мы должны совершать свою жизнь для Христа, для того, чтобы славилось его имя. Просле и сестры, мы вспоминаем сегодня и царя, корота Давида, который учит нас в своих псалмах воскливать Богу Богу, воскливать благодарение Богу в эти святые дни, которые мы называем святыми, и когда мы продолжаем праздновать Родчество Христово. Также он призывает нас и принесет до сложной плоды Господу, а это и на в первую очередь плоды нашего покаяния, и об этом мы слышим в его псалмах, которые по духу беды и которые были написаны им под воздействием Святого Духа. Сегодня мы вспоминаем Якова, брата Господня, Павтосин, который помогал своему родному осу, это был сын Иосифа, Мученика, помогал ему в этом путешествии, в этом длительном, в этом путешествии через Пустой Медипет. И мы вспоминаем то, что он пролил мученическую кровь за Христа. Он был первым предстоятелем в Иерусалиме, и вот первый собор, на котором были апостолы Идиотов и Павел, но именно апостол Яков председательствовал как первый святерамик на этом соборе, в первом апостольстве. И он вот эту верность в свою Боженоденству, верность в Спасительную Христу, он доказал, пролившим ученическую кровь, пострадав за Господа. И вот сегодняшняя Евангелие, праздник и сестры застадает нас задуматься, какие флоты мы приносим к Христу, как мы относимся к нашему ближнему, проявляем ли мы радость, несен ли мы любовь в отношениях с нашими ближними, и как мы совершаем наше служение к Христу. Здесь на заре это лечился, Господь в этом действительном имени показано, что Он предает свою жизнь ради того, чтобы исполнить свою волю Божию, а именно спасение рода человеческого. И вот сегодняшний день ставят перед нами вопросы, как мы совершаем свою жизнь во Христе. Праздник и сестры, в сегодняшний последний день еще раз поздравляем всех вас с Рождеством Христовым. Желаем вам вот этой тихой, мирной радости в вашем сердце. Желаем, чтобы вот эти слова слава Вышних Богу и на земле мир в человеке и вовремя, всегда звучали в вашем сердце. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok